Все, что мы хотели узнать о лифтах, но не знали, у кого спросить. На Одинцовском предприятии Лифтек экскурсия для учащихся второго лицея. Одна из крупнейших компаний России, специализирующаяся на лифтах и подъемниках отечественного и зарубежного производства, регулярно встречается с молодежью. С особенностями работы сложных механизмов ребят знакомит заместитель главного инженера по обучению Юрию Моринец. Лифт – это то устройство, которое предназначено для того, чтобы людям облегчить жизнь. Вы еще, ребятки, молодые, вы бегом сбегаете на любой этаж, а подумайте о тех, кто возит колясочку с ребенком, о ваших бабушках, о ваших дедушках. Лифт – машина сложная и опасная. Его надежность зависит не только от качества механизмов, но и правильного монтажа. Компания Лифтек, имеющая почти полувековую историю, занимается и подготовкой кадров. Здесь ведется обучение. В год выпускается более 500 специалистов. Есть такой общероссийский проект – школа грамотного потребителя. Он активно действует уже больше года. Одним из направлений – это объяснять пользователям не только лифтов, в основном по УЖКХ. Мы проводили данные мероприятия, похожие, и с управляющими компаниями, которые в своем видении имеют лифтовое оборудование. Учебный центр предприятия, его гордость – это единственное образовательное учреждение в Подмосковье, которое занимается аттестацией специалистов лифтового хозяйства. Здесь базируется и диспетчерская. Представители компании напоминают суть их работы – движение вверх. Действительно, кто, как не инженер, с многолетним стажем может интересно и увлекательно рассказать о вертикальном транспорте. Я знал, в принципе, как устроен лифт, что работает он за счет противовеса, а вот узнал я про то, что удерживает его от падения в случае сбоя. Вот про эти конструкции я раньше ничего и никогда не слышал. Ребята информационно-технологического класса 2-го лицея регулярно бывают на экскурсиях. Недавно посетили экспериментариум в обучающем центре Лифтека впервые. Возможно, после знакомства с этими высокотехнологичными машинами кто-нибудь из лицеистов захочет развивать эту отечественную отрасль.